Всем доброе утро! Как и обещали, повышаем спортивность Краснодарского края. У нас сегодня в гостях Дмитрий Жабин, фитнес-тренер, владелец фитнес-студии. Доброе утро! Дима, доброе утро! Привет! Что ты готов делать с нами этим утром, для того, чтобы мы взбодрились и вошли в новый рабочий год? Наташ, тут не так надо. Что ты готова делать? А, да. Простите. Я готов многое, да. С чего начнем? Ну, как всегда, мы начнем с разминки, с хорошего настроения, как говорится. Встанем ноги на ширине таза, плечи расправим, голову опустим вниз, поднимем наверх. Итак, несколько движений сделаем. Здесь все пока... Разминочка. Вы согласны заниматься фитнесом? Да! Классически разминочка. Окей. Теперь повороты головы из стороны в сторону. Будете ли вы есть? Будете ли вы прогуливать тренировки? Разминаться обязательно, надо всегда. Обязательно. Есть. Можете сделать такие вот потиращие движения в ладони, немного размять. Заднюю поверхность шеи. Да, в основание головы. Ой, как хорошо. А вы говорите, что это тяжело. Это приятно. До этого момента пока мне все нравится. Так. Есть. Кисти. Кисти, да. Конечно. Возьминаем кисти. Опираться на ладони, поэтому лучше запястнуть сустав на подготовить. Хорошо. Сделано такое движение ролл. Как хотите, так и слышно. А почему ролл? Ну, как бы вращение такое. Потому что скручивание. А, вращение, да. И ролл это не про рис и рыбку. Ну как, если поел с утра, то делай, будь добр. И в другую сторону. Да. Конечно. У вас отлично получилось. Это мой конек. Это мы пока... Ладно, я то делаю. Окей. Давайте правую ногу согнем. Так. Колени приведем друг к другу. И постоим немного. Тут самая сложная задача сейчас на плече ягодичной мышцы. Вау. Ух ты. Ух ты. Это очень... Это сложная задача, оказывается. Это называется магия фитнеса. А, вроде бы ты просто стоишь, а напряжение колоссальное. Давайте поменяем ногу. Чтобы просто сосредоточить напряжение именно там, это достаточно проблематично. А если ты еще... Это надо прям постараться. Да, если вы напряжете ягодичные мышцы, вы почувствуете, как у вас передняя поверхность бедра начинает тянуться. Тянуться сильно. Окей. Хорошо. Сделали несколько движений. Давайте классическое упражнение приседания. Это то упражнение, которое встречается у нас в повседневной жизни. Итак, таз отводим назад, садимся вниз до того положения, которое вам комфортно. В принципе, постарайтесь удержать грудь высоко, мышцы живота подтянутыми, улыбка в полную амплитуду. Так. Какая есть, да? Есть. Сделайте еще чуть-чуть быстрее. Оп. Оп. Окей. Оп. Классно. Отлично. Вы отличная команда. Теперь будет задание такое. Левая нога остается на месте. Все время прижата. Так. А правой ногой вы делаете шаг в сторону. И приседаем. И приседаем. Попробуйте это сделать. Несколько повторений. Отлично. Еще один раз. Стоп. Теперь смотрите. Левая нога остается впереди. Правой ногой вы делаете шаг под 45 градусов вперед. Ага. Ага. Будет что-то другое. Раз. Ох, мама. Поехали. Совершенно другие мышцы я чувствую. Окей, сделали. Либо те же, но... Под 45 градусов, но назад. Ага. Угу. Попробуйте сделать. Так. У нас... Отлично. И теперь совершенно другие, видимо, да? Как много у меня неизведанных мышц. Я к тому, что мы всегда не отрываем пяточки, да? Все верно. Теперь задание такое. Хаотично. Как хотите. Двигайтесь правой ногой в сторону. Очень хорошо. Как будет интересно. А я посмотрю. В этом как бы и есть задача фитнес-тренера. Смотреть. Просто смотреть. Говорите смотреть. Отлично. Три, два, один. Давайте поменяем. Правую ногу мы оставим на месте. Я надеялась, что я не надеялся. Левой ногой мы будем делать хаотическое движение. То же самое. Поехали. И... Начали. Раз. Два. Даже посчитаю вам. Три. Спасибо, тренер. Четыре. Тренер считает до 16. Больше не там. Наташа, максимально замотивированный сейчас. Я вообще... Я же обещала всем зрителям встать на путь спортивный 2020. Чем хаотичнее, тем лучше. Посмотрим. Ну, неплохо, неплохо. Волосы. Сами себе похлопали. Отлично. Классно. Давайте уйдем вниз и активируем мышцы кора. Самое время. Давайте. Через колено. После новогодних тольвежек. Мышцы кора. Самое оно. Вообще, стоит вспомнить, что они существуют. Если мы хорошо поели, значит, у нас много энергии. Согласны? Ну да. Абсолютно. Напряжение, да. Окей. Опция. Если тяжело, вы можете опуститься на колени. Ага. Ну, это не наш профиль. Это не наше. Ну-ка. Кому тут тяжело? Следующее задание. Вы делаете шаг одной ногой в сторону, чередуя ноги. Отлично, ребята. Отлично. А можно делать еще в танцах? Пять, штыри, три, два, один. Стоп. Можно опуститься вниз, немного стряхнуть кисти, восстановиться. И задание номер два. Так называемый джампинг джек. То есть вот на таком? Да. Прыжок. Да, отлично. Хорошо. Постарайтесь, чтобы ваш таз оставался стабильным. Мало прыгал. Дело-дело, Игореш. Я теперь на тебя посмотрю. Посмотрим на твой стабильный таз. Если вдруг тяжело, вы можете вернуться. Как тебе мой стабильный таз? Потрясающе. Предыдущую проблему. Как часто, вернее, сколько повторений вот этого небольшого комплекса нужно делать, для того, чтобы утром взбодриться и чувствовать себя хорошо? Точно нужно делать больше, чем одно. Но, в принципе, по самочувствию. Иногда кто-то заморачивается и отслеживает количество повторений. Начните, например, с 10. Если вы чувствуете себя хорошо и есть желание продолжить, сделайте 15, 20. А иногда зарубитесь с соседом и сделайте 100. А повторений, подходов сколько сделать? Я думаю, если это разминка, как разминка. Это может быть один подход, в принципе. Потому что наша задача как бы просто заставить двигаться, немного потратить калории, включить нашу нервную систему. Вот, собственно, этим и займитесь. Включите, наконец-таки, свою нервную систему для гладкого входа в Новый год. И главное, не усердствуйте. Начинайте понемножечку, небольшой. Потихонечку. Аккуратненько наращивайте темпы. И, конечно же, будьте здоровы.